Всем привет, меня зовут Павел, и сегодня мы поговорим о видах и типах существительных в испанском языке. Существительное – это самостоятельная часть речи, отвечает на вопрос «кто что?» и обозначает какой-либо предмет или понятие. Существительные подразделяются на одушевленные и неодушевленные, на исчисляемые и неисчисляемые, на собирательные и одинарные, на абстрактные и конкретные, и также на нарицательные и собственные. Одушевленные и существительные – это в первую очередь название людей и животных. Остальные существительные – это в том числе название растений – относятся к неодушевленным. Одушевленность или неодушевленность существительного влияет на грамотное построение фразы. Например, в значении «работать» с одушевленным существительным мы будем использовать глагол «травахар», а с неодушевленным глагол «функционар». На примере «эля сенсорного функциона ой» – лифт сегодня не работает. Лифт, очевидно, неодушевленное и он функционирует или не функционирует. «Ми падре, но траваха ой» – мой отец не работает сегодня. То есть отец – одушевленное существительное, травахар не работает. Одушевленные дополнения. Если одушевленные существительные обозначают конкретных известных людей или животных, мы всегда их выделяем предлогом «а». На примере «э висто а Мария» – какую Марию? Точно известную Марию я видел. Или «э висто а туперро» – я видел твою собаку, точно известную собаку. И негативный вариант «э висто ту коча». «Коча» – как автомобиль, я видел твою машину неодушевленное, да, но при этом предлога «а» уже нет. Если одушевленное существительное обозначает неизвестных нам людей или животных, то предлог «а» также не ставится. По примеру «э висто муча хэнте» – я видел много людей. Каких людей – неизвестно, предлога «а» нет. «э висто ун перро» – я видел какую-то собаку. Какую собаку – неизвестно, поэтому предлога «а» тоже нет. Одинарные и собирательные существительные. Одинарные обозначают один предмет, а собирательные передают одним словом совокупность предметов, обычно однородных. Также собирательные и существительные употребляются в единственном числе, хотя и имеют значение множественности. Вот, например, «аламеда» – тополиная роща или тополиная аллея, «эхэрситу» – войско, «фрута» – фрукты, «ленья» – дрова или фамилия – семья. Не нужно думать, что собирательные существительные невозможно использовать во множественном числе. Можем. И собирательные существительные могут употребляться во множественном числе, если это происходит, когда мы говорим о нескольких совокупностях. Например, «кадавес ай менос фамилияс номеросос» – «каждый раз меньше многодетных семей». Или «Аки се инфрентарон дос эхэрситос» – «здесь столкнулись два войска». Очень важно понимать контекст написанного или сказанного, так как есть слова, например, «фрута» или «паскадо», которые могут означать как совокупность объектов – фрукты, «рыба», так и отдельные предметы – фрукт или конкретная рыба. Например, в предложении «кохэ эстас фрутос», то есть «возьми эти фрукты», где фрукты мы видим, что это не совокупность, а набор из нескольких предметов. Конкретные и абстрактные существительные. Конкретные – это названия предметов в широком смысле этого слова, которые можно увидеть или потрогать руками. Они бывают и в единственном, и во множественном числе. Например, «эль коче» – «лос кочас», «эль профессор» – «лос профессорес». Абстрактные существительные – это названия понятий, качеств, состояний и так далее, которые нельзя увидеть или потрогать. Зато их можно представить, почувствовать или подумать о них. Некоторые из них имеют множественное число, некоторые нет. Например, «ля бежеса» – это красота, «ля фе» – вера, или «ля креенция верования» или «ля скреенция верования». Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Исчисляемыми существительными называют названия предметов и явлений, которые можно посчитать и употребить их с числительными. Например, «ун коче», «дос кочас», «трес кочас». Неисчисляемые существительные – это, как правило, названия веществ, качеств, свойств эмоциональных состояний, которые невозможно разбить на единицы и подсчитать. Например, «ля аллегрия» – «радость», «эль агва» – «вода», или «эль асука» – «сахар». Неисчисляемые существительные в прямом смысле используются только в единственном числе. Если эти существительные мы видим во множественном числе, значит, они используются в смежном смысле. Например, «ляс агуас дель амазонос», то есть «воды амазонки». Это синоним слова «реки», «реки амазонки». Или «лёс асукари сон муи малюс», то есть «сахара очень вредны». Здесь это используется как синоним слова «углеводы», то есть «углеводы очень вредны». Многие названия продуктов, такие как «те», «кафе», «пан» – неисчисляемые существительные. Но их употребление с числителями возможно. В этом смысле они будут обозначать порции, как, например, «дос кафе с форфавор», то есть «две чашки кофе» или «две порции кофе». Пожалуйста. Неисчисляемые существительные, стоящие после глагола, обычно употребляются без артикля. Как, например, «но кому пан», то есть «кому» – глагол, пан – существительное, артикля нет. «Сале агва дель грифо» – «сале глагол, агва – существительное, артикля нет». Исчисляемые конкретные существительные всегда употребляются с артиклем, поэтому «но ляво эль коче» или «но ляво ми коче», так же, как и «сале ун коче дель гарахе». Нарицательные или собственные существительные. Нарицательные и существительные – это обобщенное название предметов, лиц или понятий. В нарицательных и существительных на первое место выступает их принадлежность к тому или иному классу, набор характерных признаков, общих для всех предметов данного класса. Например, стол для месо. Стол может быть большим, маленьким, средним, деревянным, металлическим, с рубанком, или, например, на самолете, или в классе, но это все стол. То же самое и дерево. Большое, маленькое, желтое, зеленое, с иголками или с листьями – это все дерево. Собственные существительные – это имена отдельных лиц или названия уникальных предметов. Они всегда пишутся с большой буквы и, как правило, перед именами людей и животных артикль не ставится, кроме тех случаев, когда речь идет о знаменитостях. Вот хороший пример. Ты видел Пенелопу? Наличие «А» нам четко указывает, что эту Пенелопу мы знаем. То есть ты видел не просто «А» Пенелопе, то есть мы знаем, что это за Пенелопа. Это не Пенелопа, а Пенелопище, то есть это супер известный человек. То есть Пенелопа из Пиратов Карибского моря, то есть Пенелопа Круз. Названия уникальных предметов могут использоваться с артиклем, если речь идет об объектах физической географии, озерах, реках, пустынях и так далее. Например, «Мивой а Мадрид» – «Я еду в Мадрид», или «Мивой аль Дуэро» – «Я еду на реку с названием Дуэро». На этом все, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там же оставляйте свои комментарии. Если хотите учиться испанскому, ссылки у вас на экране либо в описании к данному ролику. Если ролик был полезен, поделитесь им со своими друзьями и близкими. Успехов в языке и пока-пока!